Когда-то в этом здании Эрмитажного театра устраивались балы и маскарады. Позже это место стало излюбленной площадкой для лекций и симпозиумов. Однако в этот вечер решили совместить приятное с полезным. В рамках второго дня культурного форума, проходящего в Петербурге, арт-богема отпраздновала 25-летие газеты Art Newspaper, самого компетентного международного издания, правдиво рассказывающего о мире искусства. Искусствоведы, арт-критики, меценаты и обычные поклонники искусства заполнили круглый зал, не оставив места как на трибунах, так и в проходах. Перед аудиторией развернулся суд над искусством. Защищать прекрасное великое пригласили специалистов с большой буквы. Среди них режиссер Алексей Учитель, редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова, нейролингвист Татьяна Черниговская и маркетолог Гаррет Джонсон. Допрашивал их в роли прокурора журналист Владимир Познер, а вот вынести конечный приговор доверили хранителю ключей от музейного наследия Петербурга Михаилу Петровскому. С трибуны звучали лестные слова о креативности русского народа и совершенной красоте города на Неве. Говорили о цензуре в искусстве и сравнивали восприятие прекрасного у людей и собак. Задалась вопросом, для чего же нужно искусство, и почетная гостья вечера Анна Сомер-Скокс. По правде сказать, я также не приблизилась к ответу на этот вопрос, разве что ясно одно. Но искусство – это неотъемлемая составляющая человеческой жизни. В то же время для тех, кто творит искусство, это способ выразить себя и приблизиться к себе настоящим, или подарить такую возможность другим. С того дня, как на Флирт-стрит в Лондоне увидел свет первый номер арт-ньюспейпа, прошло уже 25 лет. И все это время издание было и остается проводником в мир прекрасного. И судя по растущему из года в год тиражу, необходимость искусства сегодня, как и четверть века назад, подобно воздуху. Основной принцип работы в арт-ньюспейпе – это независимость и объективность. И вот это на протяжении 25 лет высочайший уровень журнализма, объективность, глубина погружения.